Вы удовлетворены, мои матрики? А? Хорошо, микрофончик давайте. Нам интересно поговорить сейчас. Ваше мнение, как все-таки устроено в доме? Где женщине обнимают? Я немножко не об этом. А? Мне все-таки любопытно узнать, если мужчина приходит отдыхать домой, то женщина-то куда приходит отдыхать? Как-то женщина? Женщина куда приходит отдыхать. А где женщина отдыхает? Да-да-да. На работе. На работе она отдыхает, с подружками отдыхает. Она когда уходит из дома, там и отдыхает. Поэтому для женщины есть исследования научные, которые показывают, когда женщине работать хорошо. Что значит хорошая работа для женщины? Первое, чтобы на работе можно было с кем-нибудь почирикать. Раз. Второе, там обязательно надо перекусывать. Женщину перекусывать. Потому что эмоции, женщина соткана из эмоций. Для того, чтобы эмоциональный фон поддерживать, нужно постоянно перекусывать по чуть-чуть. Поэтому женщина не кушает, она подклевывает. С кем-нибудь подклевывает. А мужчина тоже не кушает, он жрет. У них разные, как у природы. Женщина подклевывает, мужчина жрет. Женщину нужно везде подклевывать, чтобы эмоции поддерживали. Мужчине надо думать, на елзу и пошел. Женщине нужны отношения, она в них отдыхает. Поэтому женщина отдыхает, когда общается по телефону с подружкой. И нужно час в день хотя бы общаться с подружками, с родителями, чтобы отдыхать. Женщина отдыхает на работе. Если она не работает, на работе не отдыхает, тогда все от этого страдают, не только женщины. Женщине на работе нужно, чтобы можно было почирикать, можно было перекусывать, можно было иногда уходить пораньше и приходить попозже. И надо, чтобы никто ее там не мучил на работе. Чтобы она работала как может. Теперь у меня поднимите руку, кто такую работу знает. Ну видите, есть несколько женщин, которые знают такую работу. Но в них ни один мужчина не подел. Потому что то, что я перечислил, это с работой никак не связано вообще. Это является исключением и исправим, из которых состоит женская работа. Поэтому женщине не нужна работа, ей нужна хобби. Она путает, она не понимает, что она ищет хобби для себя, а не работает. Потому что деловые отношения, это не женская природа. Она устает женщинам в этих отношениях. Ей нужны счастливые отношения на работе, а не деловые. А такого не бывает просто. Или бывает очень редко. У тех мудрых людей, которые понимают женскую природу, в природу они создают женщине нормальные условия для работы. Движемся вперед. Каждая семья претерпевает следующие стадии отношений. Первая стадия — романтическая. Она всегда отношения поднимает вверх. Длится максимум три года. Следующая стадия — постепенное убедание отношений, потому что тает способность наслаждаться друг другом со временем. Следующая стадия — безысходность. Потому что растаяла вот эта вот желание, способность наслаждаться друг с другом растаяла. И люди или начинают служить друг другу и заботятся друг о друге, или расходятся. Но служить друг другу, чтобы служить, об этом надо знать. Человек не может просто так служить, у него не работает служилка просто так. Ему нужно учиться этому, изучать этот вопрос. А так как у нас не изучается этот вопрос, поэтому 80% в нашей стране разводов из тех людей, которые ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А теперь вы объявляетесь мужем и женой. Согласны вы жить с этим? Согласна. А вы согласны жить с этой? Согласен. Посмотрим, мои хорошие. Согласны вы или не согласны. Рейд покажет. Итак, первая стадия служения это принятие человека. Когда женщина выполняет свои женские обязанности, мужчина выполняет свои мужские обязанности в семье. и с одним условием, что мужчина не следит за тем, как женщина выполняет свои обязанности, не следит. А женщина не следит за тем, как мужчина выполняет свои обязанности. Но каждый следит за тем, как он выполняет свои обязанности. Тогда в этом случае наступает, или хотя бы один человек в семье так действует из двух, хотя бы один, то тогда у нас в семье наступает первая стадия любви или гармонии в семейной жизни, которая называется принятие. Принятие означает, что я еду домой, и я знаю, что там все нормально, я отдыхаю дома. Женщина отдыхает дома, мужчина отдыхает сердцем. Почему? Потому что кто-то кого-то принял. Хотя бы один из двух принимает характер и уступает близкому человеку. Понятно, что когда близкому человеку уступать, он нагреет. Это понятно. Но вместе с тем у него в сердце появляется благодарность, которую не видно сначала еще. Есть две грани любви. Одна грань любви называется служение, а другая — воспитание. Воспитание — это более глубокие отношения между людьми. Когда отношения развиты между людьми, они становятся строгими внутри и добрыми снаружи. Понятно? Если люди строгие снаружи и добрые внутри, это не отношения. Ношения — это мягкие снаружи и строгие внутри, принципиальные внутри. Часто люди думают, что надо только уступать. Это не любовь. Это часто возникает из привязанности. Например, если женщина очень забогатого человека, влиятельного выходит, она уступает ему во всем, потому что боится его потерять. Он в результате наглеет и садится ей на шею. Начинает ее мучить, а потом изменять ей начинает. Потом пинка под зад дает и говорит, ты недостойна меня. Вот. Точно так же мужчина, когда берет очень красивую девушку, молодую, моложе себя, красивее, она тоже начинает ему мозги выносить, потому что она балуется в этих отношениях, он ей во всем уступает. Это тоже не приводит ни к чему хорошему, потому что любовь имеет две грани. Первая грань — служить, вторая — воспитывать. Причем воспитывать близкого человека нужно очень деликатно. В близких отношениях невозможно вообще ничего передать, никакое знание человеку. Можно просто своим примером его научить и деликатно ему объяснять. Очень аккуратно надо говорить о том, какие недостатки у близкого человека есть. Но говорит, надо обязательно. Но если ты видишь много преимуществ в близком человеке и с этим ощущением его преимуществ говоришь о его недостатках, только тогда он это примет. А чтобы видеть преимущество хорошее в человеке, ему надо служить. У каждого человека есть что-то хорошее. У каждого человека. Поднимите руку у кого, кто живет с человеком, у которого нет ничего хорошего. Вот честно поднимите руку. Живет с человеком, у которого нет ничего хорошего. Есть такой человек? Вы что, меня все обманываете? Неужели у всех все хорошее? Ну кто хочет разводиться сейчас близким человеком? Кто хочет разводиться? Есть такие, нет? Вы что, меня стесняетесь? Хорошо, кто развелся? Вы развелись, да? Ну хорошо, давайте с вами поговорим. Микрофончик. Что-то вы какие-то стеснительные здесь, в Жерске. Вот там вот, вот туда, вот туда. Я заметил, что в самолете, когда летел из Москвы, люди такие все стеснительные, скромные, стенчивые. Это хорошо, кстати. Что в ней хорошего, вот в этой девушке, в которой вы не стали жить? Есть что-то хорошее? Она добрая, умная. Как ее зовут? Светлана. Светлана. Она очень внимательная. Как глубокомысленная девушка. Не знаю. Не всегда. А? Не всегда. Я тебе говорю ее внутренние качества, внутренний мир. Сказали доброе, полностью согласен. Умная означает глубокомысленная. У нее глубокая мысль, глубокие человеки. Согласны? Не знаю, может, я просто не понимаю, о чем речь идет. Я знаю, о чем речь идет, о ее внутреннем мире. Вот, например, ваш внутренний мир такой. Вы честный человек, как вы. Это ваш внутренний мир. Искренний человек. Честный, искренний. Потому что душа каждого человека, она какими-то гранями сияет. Вот ваши грани — это честность и искренность. Из-за этого вас кто-то будет любить. За эти качества. Честность, искренность, твердость, внутренний характер. Это душа сияет вашими такими гранями. Ее душа вашей девушки сияет другими гранями. Ее грани — это спокойствие, глубоковысленность, доброта. Понимаете, это грани ее души. Но почему я с вами сейчас разговариваю, потому что если бы вы понимали грани ее души, вы бы ни за что не развелись. Ну, я против буду вообще-то. А? Я был против. У нас даже судьбы. Ну, она ушла от вас, да? Да. Знаете почему? Нет. Я бы очень хотел узнать, но так и не понял. Потому что когда живешь с женщиной, нужно понять, что ей нужна жизнь. Нужно понять, что женщине нужна чумненькость, внимательность. Приказной том не подходит в отношении женщины. Ей нельзя приказывать ничего. С ним можно только советоваться. И женщина тогда начинает сама становиться послушной. доброй. Принимает авторитет мужа. Сама она это делает. Это приходит в результате как награда от мужчины. Мужчина не должен заставлять женщину то делать, что является наградой для нее. Вот если мужчина служит по-доброму женщине, он заботится, невнимательно себя ведет, прощает ей эмоции, не жестко скобы осекает ее в эмоциях, обращает ее эмоции. Тогда она становится ему очень благодарна и слушает его мнение, уважает его авторитет, начинает вот так совести. понимаете? Вы делали все это в отношении? Ну, я думаю, что я, наверное, к этому не успел прийти. Как? Не успел к этому прийти. Ну да, да, да. В этом смысл. То есть у нас не хватает знания. Спасибо. Давайте дальше продолжим. Мы будем иногда так общаться с разными людьми, чтобы была практичная беседа, чтобы не была одна теория. Хорошо? Договорились? Теперь девушка какая-нибудь поднимает руку, которая оказалась в ситуации развода. Вы вот на первом ряду. Давайте с вами поговорим. Как зовут вашего человека? Сергей. Сергей. Он что, немного младше вас, что ли, будет? он старше на год. Намного старше? На год. На год. Это все равно, что младше, да? Я бы это чуть попозже поговорил. Вы так относились, по крайней мере, к нему, да? Да. он по природе, он по природе вы знаете, добрый человек, внимательный очень, верный, кстати. Может быть. А? Да, наверное, да. Вы не чувствовали в нем этого? Чувствовали в начале. В начале. А потом вы увидели обидчивость, да, такую? Вернее, не в начале чувствовала, а потом, наоборот. Потом? После четырех лет. После четырех лет. А потом вы начали чувствовать в нем капризность какую-то, да, такую? А что вам помешало в отношении? То, что в начале было не гладко. Мне приходилось бы все морально работать. Ну, что вам в нем не понравилось? Он не обращал на вас внимания? Да, и так тоже. Собой занимался в основном, да? Ну, да. Можно и так сказать. Видите, проблема заключается в том, что отношения разрушаются от того, что мы ждем от близкого человека того, чего он вообще, в принципе, давать не должен. В этом заблуждение. Потому что внимание это женское энергии. И внимание должна давать женщина мужу, а не мужчина женщине. Эта женщина должна быть внимательной, чуткой и заботливой по отношению к мужчине. И она этим должна растопить его сердце. Когда она растапливает его сердце, тогда он к ней тоже становится внимательным, чутки и заботливой. так и было. Но четыре года так и было, когда я только топила, можно сказать. Но это пришло уже назад, потом, после четырех лет. правильный так и бывает. Сначала человек вкладывает, потом получает. А почему тогда другому человеку не нужно? Почему потом другому человеку становится это не нужно? Не нужно, потому что наступает период в жизни, когда семейное счастье тает настолько, что его просто не хватает. И так как люди не склонны служить друг другу, они не могут поднять семейное счастье на тот уровень, на который нужно. они живут какое-то время друг с другом как растения и расходятся разочарованными. Потому что они не понимают, что счастье в отношениях создается не в эксплуатации отношений, а в служении отношений. Вы разошлись по-другому сказать, потому что у вас не хватило силы служить, когда наступил вот этот момент, растаяло счастье. и это так бывает во всех семьях. Это не является каким-то исключением, потому что счастье само по себе, которое мы любим пользоваться в отношениях, всегда имеет природу таять. Оно никогда не растет. Оно растет какое-то время, три года, а потом таять начинает в отношениях. Но если вы склонны служить отношениям, заботиться о человеке, не желая ничего взамен, оно расти начинает. И вы так можете победить судьбу, и у него тоже появляется желание служить вам. То есть сначала человек вкладывает в отношения, потом получает. И это работает как айсберг, тает внутри, ничего не видно. Ты вкладываешь, верхушка та же самая, ничего не меняется. Потом резко айсберг переворачивается в какой-то момент. Я говорю, у него это появилось, почему пропало у меня полностью? У вас пропало, потому что вы перестали наслаждаться вы сейчас говорите о наслаждении, я говорю о служении, потому что когда человек служит человеку, он испытывает счастье от самого процесса, но служение должно быть бескорыстным, а так как у нас нет бескорыстия в жизни, поэтому получается замкнутый а как вы думаете где взять бескорыстие? А? Нигде Нигде, да, правильно Вы правильно говорите. Вот именно поэтому сама жизнь, в которой мы живем сплошная безнадега, безнадега, 80% разводов, безнадега, понимаете, потому что в нашей жизни нет стремления к чистоте, к светлому, духовному, мы стремимся к квартире, машине, работе, у нас нет молитвы в жизни, у нас нет святости. Древние священные писания говорят, что единственный способ получить бескорыстие или вот эту тенденцию служить, заботиться, верить человеку, это единственный способ, это мысли о святости. Каждый в своей духовной культуре, в своей вере, не надо ничего менять, а если нет веры, надо ее искать. Человек должен в жизни иметь что-то святое, не просто телевизор, интернет, фильмы, развлекаловку, человек должен душой что-то делать с помощью души, мы всю жизнь только получаем наслаждение, понимаете, телевизор, там, мы отдыхаем, развлекаясь, а человек в свободное время должен также вырабатывать что-то из себя, он должен вспоминать хорошее качество близкого человека, но это невозможно сделать просто так, для этого нужен определенный настрой, этот настрой называется святость, понимаете, силу дополнительную, чистоты, любви, человеку дает только святость, это надо просто понять, это надо изучать, видите, вы не смогли сохранить семью, потому что не было сил, силы берутся свыше, человек не может сам из себя родить силы, я сейчас вам объясню, как это действует, у нас в семье с близкими людьми один источник счастья, один водоем, вот допустим, у ребенок заболел, мать чувствует, ей тяжело в сердце, она страдает, почему она страдает, потому что у нее не хватает энергии для сына, ей нужно отдавать энергии, чтобы он выздоровел, а ей ее мало, и она начинает переживать вот это переживание означает, что у нее просто не хватает энергии, почему она переживает, кто ответит мне на вопрос, почему женщина переживает, когда сыну плохо, и что ей надо делать в это время, молиться, ей надо, да, брать энергию, то есть надо контактировать со святостью, светлое, что-то чистое вспоминать, кто-то святость берет из возвышенных родственников, есть ангелы-хранители в семье, когда человек знает, что у меня есть бабушка, которая молится, он о ней думает, появляется, кто-то помнит о какой-то чудотворной иконе, кто-то помнит святое место, где-то он был там источник святое, он верит в это, когда мы получаем какую-то силу чистоты в свою жизнь, эта сила дает способность преодолевать трудность, и ребенку становится легче, но сначала становится легче мне, я сначала чувствую, что мне облегчение наступило, вот сейчас я с вами говорю, вам легче стало, да, потому что я точно так же делаю, я точно так же делаю, я думаю сейчас о чем-то чистом и возвышенном, это метод, который надо применить каждому, я на этом методе защитил кандидатскую диссертацию, тема которой называется позитивное мотивирование на высшие гуманитарные ценности, нет другого способа человеку получить силы, мы пытаемся силы получать из телевизора, из кино, там нет силы, там просто развлечение, силы идут из чистоты, из глубины, из веры, а мы потеряли этот вообще источник в жизни, понимаете, раньше люди знали это, чувствовали, как брать силы, верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от смерти меня темной ночью спасает, темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер шумит в провода, тихо звезды мерцают. Знаете, почему человек не погиб? Потому что вот эта энергия, сила чистоты и святости у него с женой существовала в сердце, и эта сила спасает человека от смерти, эта сила называется удачей в жизни. Да, человек имеет в своем сердце эту силу, она спасает его. Для того, чтобы не расстаться с человеком, надо вспомнить чистое и светлое, которое ты видел в нем в начале отношений. Один ученик спросил у своего священника, православного, кстати, спросил, батюшка, скажи мне, пожалуйста, какое-нибудь основное правило, которое бы всегда сохранило мою семью? И он сказал, сынок, молись, чтобы ты всегда помнил свою жену такой, как ты ее увидел в первый раз. И ты всегда сохранишь свою семью. Понимаете? Идея в чем заключается? В том, что вот эта память о чистом светлом человеке, она является ключом к победе, потому что она дает любовь, возрождает любовь. И наслаждение человеком, к которому мы все стремимся, и которое тает всегда, и которое потом разрушает отношения в конечном счете, это желание тупое наслаждаться друг другом. Он меня не любит, не уважает, не ценит, не заботится. тупое желание наслаждаться разрушает семью. И наш опломб, и желание доказать, как тебе со мной надо себя вести, разрушает семью. А когда человек подумал о чем-то святом, у него появились силы внутри жить, силы жить. Он тогда берет эти силы и вкладывает в ребенка, в мужа, в маму, в папу, особенно, когда им тяжело. Вот мне, чтобы силы вкладывать в вас сегодня, я должен был настроиться, должен о чем-то светлом, высоком думать. И тогда у меня хватает силы. Сегодня особенно тяжело, потому что много новых людей, которые мне не доверяют. Так, первая стадия отношений это принятие человека. Нужно принять его недостатки, нужно понять, что недостатки человека это просто его боль. Я как-то в молитве пытался понять, почему люди ругаются. И я увидел такую интересную картину, что у каждого человека своя боль, и почему они ругаются. Каждый хочет другому показать свою боль, и каждый другой не хочет ее принимать. Каждый впихивает свою боль, и получается ругань. Ругань означает, что я пытаюсь взять счастье у человека, требую от него счастья, и отдаю ему свою боль. А боль никому не нужна. А если кому-то она была нужна, моя боль, ругани бы не было. Люди ругаются с целью взять. Вот представьте такая ругань. Такая ругань. Мой хороший, пожалуйста, дай мне возможность тебе служить, прощать, заботиться о тебе. И он говорит, нет, это ты дай мне возможность нежно относиться к тебе, чутко, ласково. Нет, сначала я хочу что-то сделать для тебя хорошим. И они ругаются. Вы видели такую ругань? Нет хоть раз. Ругань означает, он говорит, ты понимаешь, как надо со мной себя вести. Она говорит, нет, это ты должен понимать, как со мной себя вести. Ругань означает только одно, это желание наслаждаться и эксплуатировать близкого человека. Все, больше она ничего не означает. И причина ругань всегда боль внутри, нехватка счастья. Мы выбираем неправильный источник. Человек не может быть источником счастья для другого человека. Мы связаны друг с другом, чем? Сердцами. Поэтому счастье всегда связано у нас одно счастье. У нас на всех одно счастье. И если счастье мне не дает близкий человек, значит у нас общее счастье слабое. У нас не хватает счастья. И он мне не даст, и я ему не дам. Где брать? Люди всегда брали счастье из веры. Допустим, человек даже примитивно просто верит в природу. Допустим, можно верить в природу. На дальней станции сойдут трава по поезд и без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском. Зачем он туда приехал? Он верит. Здесь все мое и мы и вы отцуда рода и Василькия и Таполя. Он верит природу. Природа дает ему силы жить, поэтому он уехал туда на дальнюю санкцию. А я лягу прилягу край любимой сторонки и ногами в долину. Понятная система, нет? Если человек не имеет ничего святого в жизни, где ему брать силы? Люди верили в природу, люди верили в красоту, в чистоту, в светлость, в осота надо верить. Не в бразильский телесериал Санта-Билиберду, а в что-то чистое и светлое надо верить, потому что от Санта-Билиберды силы не получишь для восстановления отношений. Хоть ты 550-66 серию смотришь. Хоть какую. Но выше вера это вера Бога. Это еще больше счастья, больше чистоты. Когда я был в Казани, я не православный, но я люблю все духовные культуры, я изучаю их серьезно. Так жил Лев Толстой, он любил все духовные культуры, изучал их серьезно. Я следую его примеру. и я пришел в собор Казанской Божьей Матери. Там такая маленькая икона, знаете, такая небольшая, и там на ней вот такое вот количество золотых и серебряных цепочек. Как вы думаете, зачем там они висят? Я спросил священника, сказал, что когда человек спасся от смерти, победил свое несчастье, непреодолимую какую-то силу в своей жизни, он тогда в знак благодарности вешает эту цепочку. И мы, говорит, их периодически снимаем, потому что их очень много там висит, она не выдержит эта икона столько цепочек. То есть есть сила, которая может помочь, но мы не знаем этой силы, не пользуемся, у нас нет идеи, как это делать. А отношения будут обязательно разрушены, потому что когда, что такое эгоизм? Это пользование отношениями. У одного человека, один человек живет, и ничего не надо. Вот девушка одна живет, и ничего не надо, не платье, ничего. Она живет спокойно, и все. Росла, как придорожная трава, девчоночка фабричная, понимаете? Потом встретила мальчишечку фабричную. И дальше нужна квартира, машина, и понеслась. Я помню, в институте учился, ничего не надо было. Я куплю макароны, сварю, поставлю в холодильник, кусок отрубил, пожарил, поел, пошел учиться. Нормально, проблем не было. Как жнился, сразу мне надо первое, второе, третье, то и все, и пятое, десяток. Девушка живет одна, но там комнатка есть у ней, слава Богу. Замуж вышла, нужен дом. И мозги выносят каждый день мужу. Почему? Потому что когда люди начинают в атмосфере любви жить, у них, как маховить, начинает разрастаться эгоизм. Все сильнее, сильнее, сильнее. Означает все больше и больше потребностей, которые жарят душу, заставляют, чтобы это было. Человек не может, ему просто невыносимо жить без этого. И противодействием вот этому эгоизму, который постоянно разрастается в отношениях, должно быть служение. каждый человек должен работать над собой, он должен изучать, как жить правильно, должен заниматься духовной практикой, и это даст ему силу прощать, просить прощения, заботиться о близком человеке, принимать его таким, как есть. И когда он принял близкого человека, он больше видит в нем души, больше видит суть человека, настоящая. Ну разве мы, ну что же мы, случайные прохожие, пускай немного разные, в общем-то похожие, обиды перемерятся, случайные, недавние, давай отбросим мелочи, давай оставим главное.